Хэншуй направлен на то, чтобы поддержать в гармоничном состоянии душу и тело. Когда душа и тело в полной гармонии, то человек способен реализовать целиком и полностью свой потенциал, который у него заложен при жизни. Очень часто люди обращаются с вопросами и просьбами сгармонизировать свое жилье, свою квартиру, свой дом с точки зрения фэншуй. Но точно так же можно сделать и фэншуй офиса. И сегодня я вам предлагаю, ориентируясь на наш офис, рассмотреть, как можно сориентировать вокруг себя пространство для того, чтобы оно привлекало успех и удачу. Одним из атрибутов фэншуй является фонтан. Вода является очень сильным аккумулятором денежной энергии. Но фонтан надо ставить очень-очень аккуратно, иначе эта энергия начнет аккумулироваться в худшую сторону и вместо удачи приносить что-то негативное. Как обустроена рабочая зона? Все хорошее пространство отводится как раз под зону для работы. Пространство, которое с какими-то негативными показателями, оно заставляется мебелью. Когда мастер сидит за столом, очень важно, в какую сторону смотрит его нос, то есть куда направлен его взгляд. Это направление должно соответствовать благоприятным звездам. То есть считается, что человек получает позитивную энергетику от тех звезд, в которые он смотрит. Основное правило фэншуй – добавляем хорошее, убираем плохое. Есть такое божество, цилинь, которое убирает негативную энергетику, уйдущую извне. Можно поставить на подоконник это божество, причем оно должно быть направлено в сторону улицы. Божество принимает себя, вот этот негатив, идущий извне. В таких длинных прямых коридорах, как правило, энергетсы, она обмерили, очень быстро разгоняется, течет в противоположную сторону. И для этого существуют некие такие методы и способы коррекции, для того, чтобы ее чуть-чуть приостановить или затормозить ее ход. На пути ставятся своеобразные столики или какие-то препятствия, для того, чтобы энергия более плавно текла. Желательно, чтобы при таких длинных коридорах у вас на стенах что-то висело жизнеутверждающее, такое радостное, для того, чтобы на взгляд человека, и в том числе ци, она останавливалась, текла более плавно и гармонично. В каждом помещении по фэн-шой есть свой символический алтарь, и у нас он тоже есть, это бог богатства Цайшень. Здесь лежат некие такие записочки с нашими просьбами и обращениями к нему. Вы на работе проводите достаточно много времени, и, конечно, нужно совмещать и балансировать, и обустраивать свое жилище, и свое рабочее место таким образом, чтобы и на работе, и у вас дома присутствовал фэн-шой и гармонизировал вас, ваше состояние, ваше рабочее место, вашу квартиру и всех людей, которые находятся в вашем пространстве. Продолжение следует...